Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители! В эфире программа Якутск сегодня на календаре 17 февраля среда в студии у режиссерского пульта Марьяна Вогородова и Екатерина Гуликова, у микрофона редактор Эдуард Руды. В нашей сегодняшней передаче мы будем говорить о работе управления молодежи и семейной политики администрации городского округа город Якутск. В студии исполняющая обязанности руководителя управления Лилия Петровна Окурокова, главный специалист по молодежной политике Сергей Александрович Егоров и далее по ходу нашей программы к нам пересоединится специалист по семейной политике Туяра Витальевна Зверева. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Отлично! Спасибо, Халюша! Начнем с работы управления. Какие задачи стоят перед этой структурой? Какую деятельность ведете? Управление молодежи у нас получается два категории. Управление молодежи и семейной политики. Молодежь у нас работает по направлению волонтерства, также по обеспечению досуга по статье 17 Федерального закона 120. Семейная политика у нас работает тоже по двум направлениям. Это у нас временный приют, оказание помощи, по зародавшим, можно сказать, и еще центр помощи семьями, детям, оказавшимся в трудную жизненную ситуацию. Скоро пройдет традиционная игра молодежь энергии развития города Якутска, сокращенно МЭР. Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, Сергей Александрович, сейчас идет прием заявок. Поподробнее, пожалуйста. Каждый год в городе Якутске с 13-го года у нас проводится эта игра. В этом году она пройдет уже девятый раз. Она аккумулирует самых ярких, самых талантливых представителей молодежи нашего города. Вы знаете, что молодежь у нас с принятием нового федерального закона до 35 лет. Мы сняли все ограничения. Уже те, кто участвовали раньше, тоже могут участвовать. Всех тех, кто имеет какие-то современные передовые мысли по развитию нашего города, предложения по его улучшению, по видению новых каких-то моделей совершенствования городской жизни, может принять участие. Подпишитесь на наш инстаграмм управления молодежи молодежка.екотска. И мы там разместили все ссылки, есть возможность подать заявку. И мы открыты для каждого. В этом году она пройдет в марте 12-го числа. Но до конца февраля, до 26-го у нас идет прием заявок. После этого оргкомитет выберет 40 человек, которые смогут принять участие в этой игре. А по каким направлениям, какие направления затрагивает эта игра? Ну, в целом она затронет жизнь города. 40 человек, они вступят в единоборство по четырем различным кейсам, по проблемам городского хозяйства, по организации общегородских мероприятий, по развитию территории и по проектированию бюджета. Вот. Но столкнуться, все будут очень интересные такие задания, да, для всех. Каждый сможет почувствовать себя в роли руководителя города. И, в общем, будет очень интересно. Ага. Ну, это я вот читал в средствах массовой информации. То есть тут не только то, что вы назвали, а еще есть, например, IT-технологии, да, экономика, финансы, юриспруденция, работа территориальных органов управления. Да, конечно. К участию в игре уже подключились специалисты со всех разных этих сфер деятельности. И они будут применять свой опыт при постановке городских проблем. Это будет все неожиданно. Будем по жребию, может, командам предлагать, да, что-то, что выпадет. Например, вот перед одной командой поставим проблему номер один, перед другой проблему номер два, и посмотрим, как они решат. Кто из них более эффективно решит, то победит, получит очень хорошие подарки, кстати. У нас предусмотрены призы. И, помимо этого, еще один аспект, который мы озвучим. — Четыре команды по десять человек, а смешанные команды, кто будет? Смешанные — это что значит? — Смешанные команды, ну, имеется в виду, что мы подойдем к формированию команд путем того, что в них будут представлены люди разных возрастов, от 18 до 35, разных, естественно, полов, разного профессионального состава, да, там будут представлены как вот и физики, так и лирики, как гуманитарии, так и технори, чтобы состав команд был наиболее репрезентативен, чтобы это был состав вот такого среднего молодого жителя города Якутска. Как раз вообще известно, что город Якутск — это молодой город, средний возраст жителя города Якутска — это, ну, 35, 33-35 лет. И поэтому мы в ВИГРМР как раз смоделируем то, что у нас к решению городских проблем подключается наш средний горожанин. — Напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 32-00-66, 32-11-66, номер мессенджера WhatsApp 8-964-428-88-18. В студии у нас Управление молодежи, семейной политики, администрации городского округа, город Якутск. Пожалуйста, еще какие вот функции у вас на вас возлагаются и как успешно вы ведете свою деятельность? — Ну, с прошлого года мы сильно начали именно работу по семейной политике. Если раньше была вот именно работа по молодежной части, да, так как я женщина, сразу как назначили, мы начали работать по семейной политике. По временному приюту я могу сказать, что охват у нас был в прошлом году где-то 80 семей, например, да. Это, получается, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не могут найти жилья, мы можем предоставить вот такие вот услуги, койко-место. Да, а если вообще вернуться к игре «Игромер», да, впервые в этом году оценка будет проводиться не в коллективной работе команды, да, мы персонально будем смотреть вклад каждого участника игры в конечном итоге. То есть это будет именно личностный рост в этом случае. В этом году мы пожелали, чтобы посмотреть точнее на личностные качества, лидерские качества. И вот как раз-таки наши психологи будут там работать, чтобы все это выявить. Сергей Александрович, Вы сказали, до 35 лет, это с 18 или со скольки? Ну, в принципе, можно и с 16, да, если какие-то студенты, может быть, средних или высшего образования. То есть могут участвовать студенты, которые приехали из районов, в данное время живут в городе Якутске. Ну, если они обучаются по очной форме обучения и проживают в городе Якутске, они являются, конечно, возможностью, они могут подать заявку на участие. Но нам очень важно, чтобы человек генерировал идеи, чтобы он был каким-то активным, не просто подал заявку ради участия, а чтобы у него было что сказать, чтобы он мог себя хорошо показать. Свои предложения по улучшению деятельности в отличных сферах. Наша задача — это не только формирование каких-то идей, но и формирование резерва кадров. Потому что из этих людей мы в дальнейшем будем формировать будущий актив нашего города. А те идеи, которые они вносят, которые они защищают, с которыми они вступают в игру, и эти идеи могут притвориться в жизнь потом? Они притворяются в жизнь, потому что, например, идеи, которые были раньше озвучены на игре «Мэр» в 2018-2019 году и ранее, многие из них притворили жизнь. Например, тёплые остановки, которые в городе Якутске введены, это тот кейс, который был впервые придуман на игре «Мэр». Эти же, получается, кейсы, можно так сказать, можно ещё и как грант сделать в последующем. Так что всё, что делается, всё к лучшему. Все ваши идеи. Поэтому я бы призвала молодёжь участвовать, не бояться, а действовать. — А ещё какие по волонтёжной политике, подробнее расскажите, пожалуйста, какие органы волонтёрства, какие организации, с общественными организациями? — Ну, у нас идёт активное взаимодействие. В прошлом году у нас был создан Совет по волонтёрству при главе городского округа в городе Якутск. — Впервые? — Да. Было принято вообще массив нормативных актов по поддержке, благотворительной деятельности. У нас в городе очень много меценатов, много организаций, которые оказывают поддержку людям, которые в этом нуждаются, а также людей, которые в добровольном порядке сами, как физические лица, они выражают готовность оказать поддержку одинокопроживающим пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, людям, которые просто нуждаются в том, чтобы им оказали поддержку, многодетным семьям, как уже сказала Лилия Петровна, малобеспеченным. Всем им мы оказываем поддержку, привлекаем другие ведомства, общественные организации. На 1 сентября мы организовали очень хорошую акцию с управлением соцзащиты. Мы развозили наборы к школе. Потом буквально на этих выходных мы организовали уборку снега у ветеранов. — Да, ветеранов тыла, которые одиноко проживают и не могут себе помочь. — Вообще вся деятельность по поддержке благотворительной и добровольческой деятельности, она курируется нашим управлением, и мы по городу стараемся, чтобы все организации, они работали в едином ключе и оказывали поддержку не точечно, не только тем, а вот в целом была общая информация по городу. — Также у нас участвуют еще в качестве волонтеров религиозные общины. В прошлом году они у нас оказали 4 тонны гуманитарной помощи, нуждающимся это не только своим, а всему городу Якутску. Поэтому мы в Управлении молодежи и семейной политики выступаем как координаторами благотворительной деятельности. И к нам очень много, я удивляюсь, очень много добрых людей, которые на самом деле сами приходят и говорят, мы хотим помочь, что нам сделать. И мы начинаем вот эту вот работу. Это очень хорошо. — В декабре мы подвели итоги деятельности за 2020 год, который был хоть очень сложный из-за пандемии, но все равно организации находили время для того, чтобы привезти продукты или одежду нуждающимся. У нас есть такой центр гуманитарной помощи на величком тракте, который аккумулирует всю вот эту вот материальную помощь, и потом уже каждый желающий может обратиться и получить там поддержку. — Очень тесно. Заработаем с этим гуманитарным центром. Также у нас есть свой центр, который тоже аккумулирует всю эту помощь. Но что я хочу сказать, да, управление молодежи, молодежь, силами молодежи мы оказываем помощь нашим семьям. — Сейчас мы перебремся на короткую рекламу и далее продолжим эфир. У нас в студии Управление молодежи, семейной политики и администрации городского округа, город Якутск. — Уважаемые радиослушатели и телезрители, сегодня 17 февраля, среда. В программе «Якутск сегодня» принимает участие управление молодежью и семейная политика администрации городского округа, город Якутск. Исполняющий обязанности руководителя Лилия Петровна Окрокова и главный специалист по молодежной политике Сергей Александрович Егоров дали к нам пересоединиться специалист по семейной политике Туяра Витальевна Зверева. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 320066 и 321166. Номер мессенджера в отца 8-964-428-8818. По итогам игры «Мэр» пройдет день дублера. Расскажи подобрание, пожалуйста. И кто в составе жюри этой игры? Ну, начнем с состава жюри. Жюри входят как представители нашего управления, так и представители управления кадров окружной администрации, поскольку эта игра является кузницей резерва управляющих кадров окружной администрации. Председательствует руководитель аппарата окружной администрации Алексей Горнилов. Ну и непосредственно курирует все проведение игры исполняющей обязанности главы городского округа Евгений Николаевич Григорьев. По итогам деловой игры «Мэр» будут отобраны победители ее, конечно же, которые не только будут отмечены ценными призами, но будут привлечены к участию в очень интересном мероприятии, которое будет проводиться в нашем городе второй раз, которое называется «День дублера». День дублера заключается в том, что самые отличившиеся участники деловой игры «Молодежь, энергия, развитие» на один день заменят несколько руководителей нашего города. Они станут заместителями главы, руководителями структурных подразделений, руководителями территориальных органов власти. И один тот, кто лучше всех себя показал, он станет на один день исполняющим обязанности главы города Якутска. Это очень интересный опыт для каждого, кто принимал участие. Я сам могу об этом судить, потому что сам принимал участие, и сам один день был исполняющим главы городского округа города Якутска. Это окунание в такой процесс, который не оставит никогда равнодушным и позволит человеку постичь такое, что на самом деле он уже больше не сможет быть просто равнодушным гражданином города, а будет очень активным в своей дальнейшей деятельности. День дублера у нас пройдет на следующей неделе после игры мэр. И, в принципе, те, кто победил в этой игре по отдельным номинациям, лучший в такой-то сфере, лучший в такой-то сфере, потом комитет уже решит, какую должность на один день займет. Все это, естественно, будет широко смещаться в СМИ, будет поддержка со всех структур окружной администрации, будет активная работа. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 320066 и 321166. К нам поступил звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Здраво. Здравствуйте. Здраво. 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 Продолжение следует... — Наши радиослушатели спрашивают, какие будут призы. И вот в этой игре пожелание такое, что какое-нибудь отношение к сельскому хозяйству, может, какие-то вопросы внести в направлении. — У нас четыре направления, так? — Да, ну, у нас кейсы, они по четырём направлениям, но внутри, конечно, будет развитие и сельскохозяйственных пригородов, да? У нас есть такие задания. Они попадут не всем, но кому выпадет, тот будет заниматься именно этим развитием. Мы всё расположим в случайном порядке. Не будет такого, что кому-то дано только одно, да? Каждый успеет поучаствовать в различных направлениях. А что касается призов, они будут очень хорошие, интересные. Пока не будем раскрывать интригу, но... — Они в закупе, можно так сказать. — Но молодёжи понравится. — Да, оно понравится. И что ещё хотела сказать? Для молодёжи и студентов как раз-таки, я так подумала, наверное, вот ваш внук, либо внучка, наверное, да, интересуется. Они ещё будут, скорее всего, нашими волонтёрами станут. Мы на это очень надеемся. Так что, скорее всего, вот это всё, как сказать, они не только будут принимать в данной игре участие, да, а в дальнейшем ещё будут показывать себя как волонтёров в течение года. Мы на это очень надеемся. — Сейчас у нас идёт процесс подписания соглашений. Мы подписываем активно, ведём сотрудничество с образовательными организациями города Якутска, высшего и среднего образования. И студенты активно подключаются в работу. Можно вот просто даже назвать несколько образовательных организаций. Ну, Агротехнологический университет у нас, с нами очень хорошо работает, да. — Медицинский колледж. — Медицинский колледж — это самые лучшие волонтёры нашего города Якутска, да. Колледж технологии и дизайна, мы вчера подписали соглашение, да. Технологический техникум сервиса — очень активные у нас в колледже связи, да, волонтёры. В общем, у нас студенты активно привлекаются к общественной жизни города. И мы готовимся к ряду мероприятий, которые пройдут нас в этом году. У нас состоится Всероссийская перепись населения, будет один день голосования. Вот. Конечно, готовься они летом, да. Мы готовимся ещё, возможно, у нас будут мероприятия, связанные с погодными условиями, с весенним. — Да, весенний поводок. — Вот, возможно, это будет. — Может, приподнести сюрприз. — Да, мы хотим подойти к этому наготове, чтобы у нас были готовы уже наши горожане к тому, чтобы огразить возможные негативные последствия. — Да, силами молодежи. — Общественные организации городские обращаются ли к вам по предоставлению каких-нибудь площадок? Как вы помогаете, например, в помещении для проведения каких-нибудь мероприятий и так далее? — Так, с нами очень активно работает молодёжка ОНФ, Общее дело. И сейчас ещё подключается подростковый центр. Вообще, на нашей площадке Управления молодёжи и семейной политики работает Арина 31. — Арина 31. — 31, да, которая находится по Хабарово. — Халтурино. — Халтурино, да. И у нас там целое здание большое, где могут молодёжь собираться и создавать свои досуги. Руководитель данной организации — это Мартынов Николай Николаевич. Он общественник, он также председатель НКО по городу Якутску. Поэтому у нас работа с ними очень тесно ведётся. То, что мы можем провести, это вот только в арене 31. Но, тем не менее, в прошлом году у нас из-за ковидных условий все досуговые мероприятия были закрыты. Поэтому в этом году мы собираемся всё это восстанавливать. По досуговым мероприятиям, которые у нас проводятся постоянно в штатном режиме, мы можем сказать, что у нас в городе есть в рамках действующего положения кружково-досуговой садитости. Мы организуем по линии дополнительного образования детей кружки, секции после школы для несовершеннолетних, которые у нас состоят на различных видах профилактического учёта на бесплатной основе. Так что хотим сказать, что если у нас есть те, которые испытывают определённые трудности, мы можем для них по линии управления молодёжью организовать досуг, спортивные секции, кружки, художественные, технические, образовательные. Всё это проходит тоже по линии управления молодёжью семейной политикой. А с кем в этой части вы работаете? То есть, если спортивная секция, где-то зал? Да, все секции, все залы города Якутска, у нас с ними в рамках нашего положения идёт сотрудничество. Со всеми образователями. У США, всего-таки вот это вот, да. Если есть у кого-то пожелания, мы можем выдать путёвку на это? Абсолютно бесплатно. Так что подходите, молодёжь, мы вас ждём. А куда им людям обращаться? Хабарова, 27-1, 4-й подъезд. Управление молодёжи семейной политики, окружной администрации города Якутска. Вот непростосредственный ваш курьер, курирующий, главный специалист по молодёжной политике. Ещё раз об игре МР, условия для регистрации, какие-то документы, что-то надо заполнить или как, и куда обращаться? Через Инстаграм только или как? Нет, ну мы там разместили заявку на сайте окружной администрации города Якутска, Якутска РФ. Ну заявка очень простая, необходимо указать просто фамилии, имя, отчество, контактные данные, опыт какой-то деятельности вашей. А по какому принципу вы видите отбор для участия? Ну в принципе мы, из заявки видно, человек является таким активным гражданином, который представляет интерес. Ну потом проводим собеседование и как-то отбираем интересных участников. Уже сейчас из числа подавших видно, что кто-то примет участие, а кто-то нет, наверное. Мы призываем всех активно подключиться к игре МР и хотим, чтобы все рассказали о ней. И если у вас есть знакомые, молодежь в возрасте до 35 лет, родственники, близкие люди, скажите, что окружная администрация проводит этот конкурс. И там можно отличиться, можно получить хорошие призы, можно войти в резерв управленческих кадров города Якутска. Можно поучаствовать в Дне дублера, которое суперинтересное мероприятие. И принести пользу. И принести пользу родному городу, потому что те проекты, которые создаются, они непременно будут реализованы. Непременно. Также найти своих друзей. Почему бы и нет. А далее после короткой рекламы к нам присоединится специалист по семейной политике Туяра Витальевна Зверева. Оставайтесь с нами. Телефоны в студии 320066, 321166. Уважаемые радиослушатели и телезрители, программа Якутск сегодня продолжает свою работу в прямом эфире. Сегодня 17 февраля, среда. В студии управления молодежью по семейной политике администрации городского округа город Якутск. Исполняющая обязанности руководителя Лилия Петровна Окрова. И к нам присоединилась специалист по семейной политике Туяра Витальевна Зверева. Доброе утро. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 32-0066 и 321166. Ватсап-мессенджер номер 8-964-428-8818. У вас, вы сказали, в управлении молодежью семейной политики два специалиста. Вы руководитель по молодежной политике, отвечает Сергей Александрович, и по семейной политике Туяра Витальевна. То есть два специалиста. Да, у меня получается именно по направлениям только два специалиста. Но, тем не менее, я могу по договору гражданского правового характера нанять волонтеров. Только вот так вот. Если говорить по городу, в городе Якутске, конечно, очень много людей. И вот силами всего двух специалистов мы держим работу. Молодцы. Молодцы. Спасибо. Туяра Витальевна, центр помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Жизнь в городе Якутске неоднозначна. И расскажите, пожалуйста, о работе этого центра. Так, центр поддержки семей города Якутска с детьми в этом году начал работу с 18 января. И как раз вот с 18 января у нас еженедельно, в неделю на 3-4 раза железно проводятся встречи. Встречи с интересными людьми, блогерами, психологами, коуч-тренерами, юристами. Также ежедневно сидит наш юрист, психолог, который вот работает с 9 до 6 вечера, которому можно попасть бесплатно на консультации. Вот, встречи у нас проводятся для многодетных матерей из малоимущих семей. И также у нас проводятся мастер-классы с детьми. Вот, с нашим педагогом. Вот, допустим, на той неделе они 14 февраля делали из бисера и макраме валентинки. Там также принимали участие тоже мальчики, не только девочки. Можно, да, сказать насчет центра помощи семьями и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? У нас работают 4 специалиста. Это, получается, у нас юрист, у нас педагог, еще есть психолог и специалист семейного сопровождения. Вот эти 4 специалиста как раз-таки помогают моему специалисту по семейной политике охватывать весь этот контингент. Ну, получается, не только вот эти вот многодетные матери, да, вот, и не только эти, которые находятся в социально опасном положении, люди приходят, но и в трудной жизненной ситуации. То есть, если... А как они обращаются к вам? Через соцзащиту? Или как? Или вы приглашаете? Какой-то список есть? Или люди могут просто обратиться к вам? Получается, мы можем работу как составить, да, насчет управления молодежью. Они к нам могут обратиться. Также наш центр находится на Ломануцево, 31,1. Там они могут обратиться. Также у нас работает межведомственная комиссия. То есть, если в опеку обратятся, в КДН обратятся, в окружную администрацию обратятся, да, нашему исполняющему обязанности главы, да, Евгению Николаевичу, это все мы курируем. То есть, никто без внимания не остается в этом случае. Да, вы связываетесь с ними, приглашаете? Да, мы их приглашаем и уже начинаем индивидуальную программу реабилитации данной семьи. Скоро у вас откроется приют. Расскажи поподробнее. Пожалуйста. Временный приют. Временный приют. Так, где-то в марте, да, у нас откроется временный приют для женщин с детьми. Там у нас 20 койко-мест, есть кухня и душевые комнаты. То есть, если вдруг женщина попала в тяжелую жизненную ситуацию ночью, да, допустим, ее выгнал мужчина с детьми, они могут... Пожар. Да, пожар, там, погорельцы. Они могут обратиться к нам. То есть, мы их помещаем в наш приют. То есть, там они могут жить до, кажется, трех месяцев. Да. Они могут жить до трех месяцев. Если мы предоставляем койко-места, да, там вот как раз-таки с едой, да, с продуктами питания, вот немного вот тяжеловасто, да. Мы не можем оказать именно в этой части помощь, поэтому мы, конечно, привлекаем помощь наших спонсоров, наших, как мы говорим, меценатов. Это громко, потому что они действительно очень сильно помогают. Это Ольга Витальевна, руководитель ОТКД. Это, получается, у нас Фея Ктистов, постоянный помощник города Якутска, управление в основном, да. И какие еще у нас помогают? Вот Рустор. Недавно нам помогали, приносили констовары тоже для нашего центра, для педагога, для детей. И сейчас вот нам, только вчера стало известно, позвонили в детский, частный детский садик «Белоснежка», тоже хотят помочь констоварами. Вот, такая сильная помощь, поддержка нам оказывают такие вот наши спонсорные ценности. Физические лица, предприятия, коммерческие, то есть организации, коммерческие предприятия, если хотят поучаствовать в благотворительности, в помощи для таких семей, куда им обращаться и какую помощь они могут оказать? Финансовую, я не знаю, продуктами, с какими-нибудь товарами. Лучше, конечно, продуктами, как с товарами. Обращаться они могут к нам через Инстаграм, который на нас выйдет. В управление сразу. Да, да. Или позвонить по номеру 319064. Это номер Центра поддержки семей. С 9 до 6 специалисты обязательно там находятся. К нам поступил звонок. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здраво, друг. Вот я хотела Дарею Афанасьевне задать вопрос. Именно по оказанию женщинам трудной жизнью ситуации. Это вот, если, например, вот у вас, вы говорите, что приют находится там у вас, да? Временно. Ага, временно, да. А потом вы трудоустройством можете заняться, да, чтобы женщина могла поступить на работу, если работы нету, или какое-то время жилье найти? Насчет трудоустройства могу сразу сказать, что мы, да, действительно трудоустраиваем, если есть у нас вакансии. То есть в прошлом году мы трудоустраивали женщин. В этом году уже тоже подписываем соглашение с некоторыми коммерческими организациями, чтобы в будущем вас трудоустроить. Недавно позвонил мне руководитель Центра инвалидов. Дома престарелых. Да, дома престарелых. И как раз-таки там нужны санитарки, уборщицы. И вот, если что, пожалуйста, обращайтесь, мы вас ведем. Помощь будет оказана. Там могут обратиться по телефону 3190-64. Еще какую деятельность вы ведете? Очень много, да. Очень много. У нас несколько минут в запасе. Ну, сейчас вот на этой неделе у нас проходит родительский форум. Получается, вчера у нас были кредитные юристы. Они рассказывали, как выйти из такой тяжелой ситуации. Допустим, вот люди набрали кредитов и не могут их оплатить. Они рассказывали, как выйти из этой ситуации. Тоже очень интересная тема. И также мы хотим их пригласить, наверное, в марте, наверное, в следующий месяц. Потому что к ним много кто не успел попасть. Но очень хотели. И сегодня у нас тема с психологом тоже. Как пережить развод. Такие объемные, обширные темы мы рассматриваем. Так что подписывайтесь на наш инстаграм-страницу и смотрите анонсы. Мы каждую неделю заранее вывышиваем наш анонс. Или могут обратиться по телефону 3190-64. Да. Все верно. И в конце нашей передачи ваше пожелание жителям города Якутска, многодетным семьям, людям, которые могут уже оказать в трудной жизненной ситуации. Или семьям с детьми, которые могут быть на учете и так далее. Что хочется сказать. Ничего не бойтесь. Приходите к нам. Мы вам поможем. Мы никого не оставляем в беде. То есть любому пришедшему к нам мы помогаем. Просто так мы не отпускаем людей. Чтобы вы не стесняйтесь, звоните к нам. Приходите, мы вас ждем. Да. И получается в прошлом году мы пережили такую пандемию. Было страшно. Но тем не менее с помощью таких сильных духом людей мы помогли. И помогаем таким семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Поэтому нас не сломить, как говорится. Будем работать ради вас. И приходите, не бойтесь. Мы вам поможем. И к руководителями коммерческих организаций, просто гражданам, которые хотят помочь. Ага. Конечно. Мы вас всегда привлекаем. И ждем. И ждем. Да. Мы деньгами не берем сразу. Вот говорю. Мы продуктами питания и гуманитарной помощи. А одежду? Одежду. Да. Все. Не обязательно новую. Получается, есть. Чистую. Чистую. Приятную. Да. Все мы принимаем. А граждане могут сразу вот... Я могу сейчас отвезти. Куда меня везти? Ломоносова, 31 группа 1. Пятый этаж. Это центр помощи семьями детям, оказавшимся в трудную жизненную ситуацию. Спасибо за то, что вы приняли приглашение. У нас в студии были работники управления молодежи и семейной политики администрации городского округа, город Якутск, исполняющий обязанности руководителя Лилия Окаракова и специалист по семейной политике Туяра Зверева, режиссеры Марья Новогородова, Екатерина Голикова, редактор Эдуард Угл.